Итак, друзья, всем привет! Собрал все новшества в iPhone 13. Во-первых, уменьшится челка. Насколько она уменьшится, неизвестно, но вот она уменьшится. Второй нюанс. Изменятся параметры. Параметры самого устройства. Допустим, ширина смартфона останется прежней, однако толщина увеличится 0,26 мм. Кроме того, толщина блока основной камеры станет больше, чем на 0,9 мм. Сама камера будет покрыта сапфировым стеклом. Что касается самих камер, они останутся прежними. Экран поменяется. Теперь экран получит 120 Гц, но только у топовых. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Друзья, причем, смотрите, речь идет об экранах типа LTPO, которые ранее использовали линейки Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy S20. Друзья, понимаете, то есть экраны, которые были уже у Samsung, будут, только будут еще в новых айфонах. То есть, как бы iPhone догоняет, Apple догоняет, можно так сказать. Из-за неопытных... Ну, тут путаница, конечно, с этими экранами. Я так понимаю, какие-то получит LTPO, но какие-то, смотрите, из-за неопытности LG в области LTPO, она будет поставлять Apple только LTPS панели для стандартной модели iPhone 13. Ожидается, что LG отгрузит 100 миллионов экранов, а Samsung обеспечит 120 миллионами экранов для некой iPhone 13. Кроме того, OLED-панель Samsung для iPhone 13 будет основана на люминесцентном материале M1, который изначально появился в Galaxy S21. Ну и в сентябре этого года ждем 13-е айфоны. Это уже очень скоро. 120 Гц, да, я уже сказал, у основных. И в чем суть, естественно, улучшится производительность. Производительность, да, будет опять производительность, где-то возрастет на 10, может быть, 20%, может, даже побольше чуть. Ну, это классика, да, возрастает производительность у процессора, у нового айфона. Также, друзья, я еще, я просто не знаю еще, что добавить. Вот это все, что удалось найти. Так что, я думаю даже, что из-за ковида, возможно, перенесут и презентацию с сентября, скажем, на октябрь или на ноябрь, и, может, вообще на следующий год презентацию нового айфона. Но это лично мои предположения. Ссылка на новость в описании. Все доброе, всем пока, до сна.